Итак, уважаемые, очередное видео. Это видео у нас продолжение. Мы давали закормку в эту семью. Здесь я показывал, заложили... Пчелы переносят яйца. Показывал это. И заложили маточник. Кое-кто мне печатает месседжи там и говорит Ну, этот маточник не выйдет, не оплодотворится и тому подобное. Сейчас мы проверим, что у нас получилось. Значит, 19 августа, это была уже последняя стадия осмотра. А первая стадия осмотра была так. 1 августа матку посадил в клетку. В этой семье матка находится с 1 августа в клетке, как говорится. Вот. Потом, следующее. 8 августа матка в клетке, дал одну рамочку засева. С 1 по 8 уже все запечатанные были. Я уже рассказывал. Уже практически не можно вывезти матку. И вот 19 августа я смотрел. Был запечатанный маточник уже. Вот. Я его оставил на первом этаже. А матку переместил в клетке на второй этаж. Сегодня у нас 4 сентября. 19 и 4 это произошло, посчитаем, 12 дней до 1 сентября. 16 дней. 16 дней от запечатанного маточника. Матка должна уже должна была выйти, оплодотвориться и класть яйца. Проверим, есть ли молодая матка. Сохранилась ли старая матка. Значит, что мы сделали. На первом этаже у нас маточник через разделительную решетку. На втором этаже у нас маточка в клетке находится. Первый этаж мы в течение месяца постепенно задавали корм сюда. И проверим, кормежка к зиме какая у нас. Готова ли семья к зиме. Второе. Кладет ли яйца молодая матка, или она не прилетела, или она прилетела, или какой сорт яиц. Если она кладет хорошие яйца, сплошной расплод, значит мы оставим эту маточку в зиму молодую, потому что это выгоднее и лучше. Она еще не изношенная. У нее большой запас семян. И она по весне будет очень хорошо нам давать хорошую семью расплод. Вторая система. Смотрим, что у нас на втором этаже. Если маточка сохранилась старая, которая тут была, то мы планировать будем дальше, что с ней делать. Или же ее подсадить в какую-то другую семью, где у нас неважные маточки там задавить. Или сделать отводок, скомплектовать на, как говорится, на два маленьких семьи, два отводка. То есть разделить большую семью пополам, по количеству пчел где-то, добавить эту маточку. В общем, это второстепенный вопрос. Сейчас первый вопрос проверим, оплодотворилась матка поздняя или нет. И какой запас мёта. Итак, друзья, будем смотреть. Первое. Посмотрим, что у нас на втором этаже. На втором этаже у меня пустые рамочки. Пчелы, все, гнездо собрали на первом этаже. Я поставил на второй этаж маточку клетки. Сейчас проверим, сохранилась она чинет. Вот, посмотри сюда. Вот она клеточка беленькая. Сейчас мы посмотрим, сохранилась матка чинет. Вот, пчелы вокруг неё кублятся. По идее, матка должна сохраниться. Вот. Но так как она не могла вылезти из клеточки, пчелы заложили маточник. И эта клеточка стояла на первом этаже. И 19 августа я её поставил на второй этаж. Что если выйдет молодая матка, чтобы она подальше была, более сохранилась в безопасном месте. Вот. Это у меня пластиковая. Ну, просто тут стоит для сохранения, как так сказать. Вот. Смотрим, раздвигаем, вынимаем эту клеточку. Раз пчелы тут кублятся, значит матка тут должна быть. Если бы матка... Есть она, вот она бегает. А ну, геть. Сейчас, сейчас, сейчас покажу. Геть, а ну, отошли. А. Вот она, вот она, вот она, видите, пробежала, вот она. Вот она, вот она, вот она. Вы, если присмотритесь, вот она бегает, вот я показываю, вот она. Вот она, маточка старая, вот она, вот она, вот она. Вот она побежала, вот задом торчит, вот она опять, вот она. Внимательно смотрите, вот она, вот она, вот она, вот она, вот она. Вот. Короче, есть маточка здесь, пчелы на месте. Это плодная маточка, которая уже больше месяца, с 1 августа сидит здесь. В общем, мы ее здесь пока и оставим. Пусть она здесь сидит у нас. Все понятно. Она у нас про запас. Осенью говорят, пригодится куда хочешь. Где-то пропала, где-то не пропала. Таким образом, при закармливании семьи, вы можете сделать еще без всяких нуклеусов, посадив маточку в клетку, имея разделительную решетку, вы можете сделать, так сказать, вторую запасную матку при хорошей семье. При слабеньких семьях они, ну, как бы, хуже закладывают вторые матки. Но при сильной семье они запросто могут заложить. Итак, смотрим, что у нас дальше. Значит, это на втором этаже у нас. Отодвигаем. Это у нас запасная старая маточка. Проблем мы не имеем. Смотрим, что у нас здесь. Значит, какая у нас задача, друзья? Задача, как я уже говорил, у нас проверить первое. Запас. Как они сложили мед к зиме. Стоит ли его переставлять или нет. Обычно некоторые семьи слаживают хорошо. Их даже переставлять не требуется. Потому что они так определены законом Божьим, чтобы они слаживали правильно. Но есть семьи, которые, как и люди, ну, что-то в них мудрости не хватает. И приходится им поправлять, так сказать. Вот посмотрим, что с этой семьей. Это у меня крайняя рамочка стояла. Вот. Она полупустая совершенно. Но они уже напряжка на ней наложили. Она с напряжком. Вот. Здесь они закладывали маточник. Вот. Похоже видно. Видите? Или разгрызлен, или матка вышла. Ну, короче, я уже показывал, почему пчелы переносят яйца. Теперь дальше посмотрим. Эту временно отставим, чтобы она нам не мешала. Итак, рамку мы отставили одну. Остальных поддымили тем самым, как его, дымком. Чтобы они не сильно кидались. Бо они начали кидаться на нас. Вот. И осень все-таки. И много старой пчелы. И которая, ну, так сказать, ну, уже чувствует, что ей срок жизни приходит к концу. То она говорит, чтобы зря не умирать, то мы хоть немножко защитим гнездо. Итак, пожалуйста, смотрите. Эта рамочка залита медом. И снизу напряжка полностью. Что интересно, хочу рассказать. Это крайняя рамочка. Видите? Это задняя стенка. А это передняя стенка. В передней стенке всегда меньше. Пчелы клубом образуются спереди. В этой рамочке отверстия. Рекомендуют в старых книгах всегда делать отверстия вверху. То есть, когда пчела переходит, у нее клуб здесь. Если кончился мед, с этой стороны она свободно переходит на ту сторону. И с этой стороны улочки. Смотрите, сколько меда. Видите? Это тоже задняя стенка. Задняя стенка. Это передняя. Клуб идет отсюда. Он начинает кушать мед. И заканчивает. Приблизительно должно быть точно так. Вот так вот. Смотрите сюда. Закладка меда. Приблизительно 4 пальца, 5 пальцев должно быть. Ширина меда. Вот здесь вот полоска. Эта семья практически готова к зиме. Но надо учитывать вашу местность. Если у вас матка кладет яйца, они могут подъесть мед. И у вас в зиму мед может быть не хватит. Не хватит. Поэтому ранней весной вы обязаны посмотреть. Если у вас матка не в клеточке. Итак, эта рамочка готова к зиме. Приблизительно отлично. 95% она готова, эта рамочка. Смотрим дальше. Если бы сейчас наступили заморозки. В нашей местности заморозки наступают позже. Через 2 месяца. То надо учитывать, что будет делать эта семья. Если она будет выводить расплод, она много съест меда. На расплод погонится эта вся рамка. Если она не будет выводить расплод, вот пожалуйста, другая рамочка. К зиме готова. Как видите, вот. Здесь не надо делать дырочки. Дырочки есть. Вот снизу дырочка у нас. Вот еще дырочка. Вот дырочка. Поэтому пчелы отсюда будут. Там у нас перед есть. Отсюда перед гнездо. И это будет кушать, кушать, кушать. Если у них не хватит что-то кормов, они переходят на следующую сторону. То есть они всегда сообщаются с друг с другом. Поэтому в старых книгах рекомендуется делать вверху. Отверстие 1, 2, 3. Ну хотя бы одно. Итак, эта рамочка тоже. Как видите, 4 пальца, 5 пальцев. Очень неплохо заложено. И снизу напрыск. Вот. Смотрим следующую. Это практически семья готова к зиме. Вот. Ну как всегда пчеловоды хотят дать побольше. Что-то они нервничают. Мы их сейчас немножко дымнем. А ну геть. А ну геть, 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 геть. Старенькие уже пчелы. Пчелы. И они стараются, так сказать, это самое, ну, говорят, зима на носу. А вы тут хотите мед наш забрать? Нет, так дело не пойдет, говорят. И начинают кидаться. То поэтому мы их, это самое, немножко поднимем, чтобы они... Вот, пожалуйста, следующая рамка. Смотрите. Это вот вообще 100% хорошая к зиме. Видите? Это вот, если так внимательно посмотреть. Вот. Клуб образуется с этого края. И будет постепенно кушать-кушать к задней стенке. Видите? Здесь 5 пальцев практически. Ширина. Здесь даже 6 пальцев. Вот. Вот если приблизительно вот такие рамки хорошие. Даже если больше здесь залито. Даже если тут пятачок чуть-чуть остался. Это нормальная заправка меда на зиму. А вот, смотрите, здесь появилась матка молодая. Ту мы отставили старую. А это вот молоденькая, которая оплодотворилась. А видите, лазит. Оплодотворилась. Есть расплод. Сейчас мы покажем вам, что... Есть яички. Да, с этой стороны я вижу яички. Опускаем. Значит, посмотрим, какой будет расплод. Я недавно стала ложить яички. Надо посмотреть. Если расплод пестрый, то матка плохо обладотворилась. Или нехорошие трутни были. Если расплод сплошной, то качество матки 100% хорошее. Вот. И ровненько, без горбатых расплод. Если расплод горбатый, то есть много трутневой бугры. Значит, матка не оплодотворилась. Может быть, плодная. Неплодная, так сказать. А вот вижу я это самое молочко. Сейчас я попробую показать. Сейчас вот тут солнышко светит. Чуть-чуть в сторонку от солнца сюда. А сам направо сюда. Вот так вот. Сейчас я это возьму. Сутамесочку. Вот. Смотри сюда. Вот сюда вот. Вот они. Вот смотри. Видите белое? Видно, да? Белое, видишь? Вот. Что-нибудь не видно. А, как не видно? Видно белое. Хорошо. Ближай, ближе. Блокирует солнце. Вроде бы видно, но не знаю. Видно, видно. Затормози. Поближе еще спустись. Затормози. Вот. Есть. Значит, они уже стали это хорошо сеять. Но еще не запечатано. Все. Давай дальше будем смотреть. Значит, с маткой мы убедились, что матка вывелась. И уже сеет. А с медом. Вот смотрим, что запас меда тут есть. Неплохо пока. С двух сторон. Но, учитывая то, что матка будет еще сеять. То надо еще понемножку давать меда. Чтобы... Вернее, сахарного сиропа. Чтобы этот сахарный сироп... Ну... Пошел на развитие. Да что ты скажешь. Кидается чуть-чуть. Сейчас мы еще их... Это самое. Все-таки осень, друзья. Еще не кусаются. Но уже говорят... Мы не любим, когда нас это самое... Осматривают осенью. Это уже осень. Осень. Поэтому надо быть очень аккуратным. Чтобы вас не укусили. Движения должны быть медленные и плавные. Даже если когда вас укусят, вы должны все равно... Стараться не дергаться. Ты смотри, как она запрополисовали. Вот. И это с запасиком меда. И с этой стороны, видите, запасик меда есть, как говорится. Ну, как говорится, еще раз можно будет потом пересортировать. В целом семья подготовлена к зиме. Вот. Сейчас гляну еще. У нас есть еще запас времени. У нас до двух месяцев еще тепло. Поэтому мы сейчас проверим. Кое-какие рамки меньше, кое-какие рамки больше. Ну, главное, чтобы... Вот, пожалуйста, эта сторона. Видите? Неплохо тоже. Неплохо тоже. Вот. И тут запас меда неплохо. Это уже со временем, как говорится, более полнометные. Сортируем правильно. Поставим перемешку с менее полнометными. Где надо будет сделать дырочку, можем сделать дырочку. Конечно, жалко, конечно, рамки. Ну, лучший вариант, когда дырочка есть, и пчелы переходят с одной стороны улочки на другую. Вот, посмотрите, эта рамочка хорошо подготовлена. Видите? Меда прекрасна со всех сторон. Вот отсюда спереди будут сидеть. Задуйте. Если вот такие рамочки у вас есть, это значит нормально. К зиме у них все будет хорошо. Пчелы для зимовки достаточно. Вот. Ну, если все-таки матка начнет сеять, то тогда старая пчела перестанет себе экономить жизнь. Пчелы умеют растягивать жизнь. Все равно эта старая пчела, она должна отойти. Вот. Которая износилась. А которая вышла, тут была выше, чем расплод, она сохранится. Вот еще одна рамочка, пожалуйста, посмотрите, как она. С этой стороны есть. Вот. И с этой стороны есть. Неплохо. Неплохо. Они еще тут напряжь снизу подберут, кверху, и будет все хорошо. Вот. В общем, в целом, эта семья прекрасна. Я считаю, что к зиме готова. Вот. Вот молодец, укусила. Дай я хоть дымну на пальчик, чтобы они не дергались. Больше на яд дергаются. Надо дымнуть, чтобы сбить запах. Если вы не дымнули на то место, где укусила, то будут пчелы кидаться дальше на вас, как говорится. Итак, друзья, последнюю рамочку смотрим и закрываем это семейство. Это вот последняя, пожалуйста, посмотрите. Видите, и с этой стороны с медом, и с этой стороны с медом. Вполне достаточно. Итак, что я вам скажу. Семья 95% готова с медом. Ну, если вы ранее весной заглянете сюда и дадите прикормочку, то эта семья у вас будет правильно развиваться. Она перезимует нормально. Итак, что мы делаем. Сдвигаем. В один край все это сдвигаем. Доставляем еще рамочку до комплекта. Я это пока еще предварительно собрал на зиму. Поэтому, так как матка там начала сеять, то мы будем еще проверять. Лишние рамочки потом пересортируем. Пчел скомплектуем. Ну, практически, если вы даже не успели заглянуть, вот эта семья практически готова уже к зимовке. Ну, учитывая то, что матка начала сеять, и она молодая, мы хотим проверить, какой она даст нам засев печатный, то поэтому я эту семью практически сейчас еще, матку молодую, не сажаю в клеточку. А если бы что, то можно было бы ее посадить в клеточку. И все, семья готова к зиме. Итак, друзья, закрываем. Эксперимент удался прекрасно. Вот. И очень все проверено на практике, на опыте. Если у вас есть вопросы, ставьте лайки, подписывайтесь, комментарии, дизлайки. Ждите следующего видео. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok